Приветствую всех! Сегодня хочу рассказать об овощах, семена которых я сею каждый год, покупаю что-то новенькое, что-то старенькое, то к чему привыкла. Вот сейчас уже февраль, время пора начать высевать лук. Какой-то уже лук-порей, например, я посеяла, но еще буду подсевать, буду смотреть за всходами. То есть февраль для лук-порей именно это самое подходящее время. Вот еще купила такой лук-бату, а подкупаю каждый год. Но вот хотелось именно с красной ножкой, такой вот. И вот мощная розетка, сочная, полуострая, зелень. Очень хочется иметь мощную розетку, потому что в прошлом году, я не помню название сорток, который я покупаю, какой-то он не очень мощный развился. А вот лет пять назад у меня рост именно такой вот мощный он был, но он потом пропал. Он сидел очень много лет у меня, в районе восьми, если не больше. Но потом пропал, и периодически его надо подсевать, разобновлять или как-то так. Возможно, у кого-то он дольше растет. Ну вот у меня получилось так. В общем, это скороспелый, быстро формирует длинную луковицу красного цвета, с мощной розеткой, сочной, полуострой зелень. И вот он, кстати, тоже бывает разный. Бывает очень острый, бывает не очень, а бывает сладкий даже. То есть либо это зависит тоже от состава земли, я делаю такой вот. Ну и, конечно, это зависит от сорта самого по себе. Ну, в общем, взяла две пачки. Может быть, как-то посею. В прошлом году я часть сеяла в конце марта или в начале апреля в теплице. А потом уже такую хорошую рассаду на грядки пересаживала. Ну, посмотрю, как буду делать. Пока еще лук репчатый ялтинский и сладкий крым. Вот этот крым более такой плоский, мне кажется. Ну, крым ялтинский известный. Лук. Это сладкий салатный сорт. Но он вот среднеспелый. У него 140-150 дней. Все-таки такой вегетационный период достаточно длинный для средней полосы, мне кажется. Так, луковицы 140-160 грамм. Насыщенно фиолетовые. Ну, так все одинаково. И сладкий крым. Тоже салатный, но у него луковицы поменьше. 70-100 грамм. А так он 95-100 дней. То есть он вот побыстрее. Так, здесь 60 штук, а здесь 0,25 грамм. Ну, достаточное количество. Луком пока не знаю, буду я на рассаду или все-таки в теплице опять как-то посею. Пока не решила. Но пока только посеяла лук-пари. Красный салат мне очень понравился. В прошлом году я его сеяла впервые. Хорошие очень луковицы получились. Они не крупные. Но плюс в том, особенно для средней полосы России, что он скороспелый, полуострый и красивый. Знаете, вот так вот рано он начинает поспевать. Вот видите, скороспелый урожайный сорт нового поколения. Сладкий, хороший, луковицы 50-65 грамм. Но у меня были и покрупнее. Были помельче, покрупнее. Но это опять зависит от полива, от подкормок, я так думаю. Так, изумительный полуострый вкус. Вкусный он и очень красиво смотрится. Знаете, вот уже особенно, когда помидорки начинают свои собственные поспевать. Или вот кольцами порезать. Или в длинку, вот тоже мне понравилось длинку я резала. Очень красиво смотрится. Из него можно даже цветок сделать для украшения салата. Красивый лук. Вот поэтому опять купил. Но почему-то взяла одну пачку. И я где-то заказывала уже даже не знаю. Но надо в магазинах посмотреть. Потому что, в принципе, гавришь, и он всегда есть. Посмотрю, подкуплю. Вес тут 0,5 граммов. Ну, в принципе, достаточно. Но хочется побольше его посадить. Потому что мы его летом ели. И это очень удобно. Можно и на летний супчик, и на салат. И второе, когда быстро что-то обжариваешь, тушишь какие-то овощи, очень хорошо подходит. Всегда покупаю шалфей. Почему? Всегда. Потому что почему-то он у меня не зимует. Не зимует. Не знаю почему. Поэтому сею каждый год. Естественно, при таком посеве... А вот в прошлом году у меня даже получилось. Я его черенковала. Он у меня в теплице сохранился. Ну, видимо, из-за того, что было сухое лето. Но как-то он особо не разросся. То есть вот такой пышный куст тоже не получился. В общем, не знаю. Поэтому вот опять купила семена. Айболит. Ну, я думаю, он одинаковый. Овощной бриз. Потому что и тот, и другой овощной. Высота у него одинаковая. Так, сеять его надо март-апрель. А здесь апрель-май написано. Ну, лучше ближе к высадке. А лучше, может быть, тоже я стараюсь сеять в теплице. Но я не прям в теплицу сею. А, например, какая-то емкость, стаканчик. Та же баночка, из которой потом удобно. Но стоит в теплице. То есть в прохладе. Базилик. Сею разный. Ну, красиво он смотрится на участках. Вот эти очень красивые. В прошлом году я сеяла. Овощной гвоздичный. У него, ну, единственные мелкие листочки. Конечно, кому-то это не понравится. Кому-то удобно. То есть вот если его посушить, то можно прямо вот так с веточки, листики снять и уже не мельчить. То есть так, как они еще и подсыхают. Но самое главное, что он красиво смотрится в горшках. То есть он очень украшает ваш участок. В прошлом году еще фиолетовый выращивала. Вот такой шарик был красивый. Я снимала видео. На дзы накладывала. И вот он до самых заморозков. Я его убрала уже поздно. То есть он в весном горшке. Вот именно шариком таким. Он даже горшок прикрывал. Вот эти красивые листья. И стояла жара в прошлом году. И на жаре. Вот я его даже качелем потом перевесила. Где мы отдыхали. И вот этот такой аромат базиличный. Очень хорошо было в зоне отдыха. Ну и вот такие. Наполитана в прошлом году тоже сеяла. Но фиолетовый. Зеленый такой махровый. У меня хлопец кучерявый. Был вот наподобие вот этого. Листики действительно кучерявые. Такие очень красиво смотрятся. Но сею я немного. Я вот в целиком пачке, конечно, не высеваю. Мне буквально надо, но до десятка растений. И то просто потому, что мы добавляем базилик в приправу. Делаем сухую приправу из любой травы, которая растет на даче. Это петрушка, укроп, сельдерей. Я не знаю, душицу, листья добавляем. То есть это приправа такая универсальная получается. Остер, перчик туда чуть-чуть. И вот, соответственно, базилик. Ну еще какие-то. Я также потом моркови туда добавляю. И потом это супы. Вторые блюда. Даже в салат можно посыпать. Она такая душистая получается. Не сухая совершенно. Но мы каждый год делаем. Вот в прошлом году наделали достаточно много. То есть ее еще достаточно много осталось. Поэтому вот так. И купила вот такой фиолетовый раджа. Крупнолистный, ароматный, раннеспелый. Ну написано новинка. Но думаю, скорее всего, это какой-то известный сорт. Ну главное, что высота 40-45. Потому что вот известный ереванский, он 60-65 см. То есть высоковат. Стараюсь, конечно, брать который пониже. 35-40 вот этот тоже. Ну а на этом, по-моему, не написана высота. Но этот вообще низкий. Он где-то до 30 см. 20-25 см. Кукурузу высеваю всегда. Вот в этом году Shine Rock. Все я ее хотела купить. Сладкие сахарные зерна. Ну тут всего, видите, 5 зерен. Среднеспелая, значит, сильная. Высота 1,70. Ну в среднем у них так и идет 1,72. Масса 200 грамм. Початка. Так, зерна ярко-желтые, сахарные. Отличных вкусовых качеств. Мне кажется, да, вот супер сладкий гибрид. Вот хочется, чтобы были послаще. Ну, конечно, 5 штук. Надо было тоже 2 брать. И вот такие разноцветные кукурузины купила. Ну вот теперь одно у меня такое... Такой вопрос, можно сказать, возник. Сажать, скорее всего, мне их надо будет отдельно. Потому что кукуруза имеет способность переопыляться. И вот получается, что все такие у меня разноцветные. Надо в отдельных ее каких-то частях огорода высаживать. Ну ладно, неважно. Серебро в золоте. Это двухцветное, нежное, сочное. Зерно белое с желтым. Супер сладкое тоже написано. Но все это гибридное. Вот эту я такую в первый раз беру. Не знаю, получаются ли такие зерна. Белых зерен около 30% початки. То есть мало. Возможно, что будет еще и меньше. Зерно с золотой и белой окраской. Высота тоже метр семьдесят. Початок двадцать пять. Ну и вот такой десять штук семян. Граффити. Как-то сейло. Получилось у меня не настолько. Она разноцветная. Ну, даже вот просто для красоты. Вот если засушить для оформления. Уж я не говорю о чем-то. Ну, поэтому взяла еще раз посеять. Но здесь уже пять штук. Всего пять зернышек будет. Это уже растение высотой 2-2,4 метра. То есть вообще огромная. Масса 300-500 грамм. Учитывая, что вот эти 200. Тоже смотрите, какой початок. Вкус и аромат такой же многогранный, как и цвет. Ну, в общем, вот такой цвет. Сахарная красотка. Вот этот беру впервые. Вкусная, полезная, ароматная. Это тоже высота 2-2,5 метра. 300-500 грамм. Зерна интенсивно темно-бордового цвета. То есть должна пять штук тоже. И вот черное золото. Такую я съела, но виолетту. По-моему, уральский дачник я покупала. Очень вкусная была. Даже молочной селости. То есть мы ее ели сырую. Была сладкая, вкусная. Именно темно-фиолетовая. Это тоже темно-фиолетовый цвет. Да, черно-фиолетовый цвет. Это, я думаю, будет похожее. Тоже 2,2 метра. И масса 300-500 грамм. То есть, мне кажется, вот эти сорта, вот такие разноцветные, они вообще идут от какой-то дикой, может быть, кукурузы. То есть 2,5 метра. Это прям такие огромные гиганты какие-то. Огурцы шоши. Не могу пока о нем ничего сказать. Купила. Хочу попробовать. Ну, такого прям... О нем, конечно, много разговоров было. В прошлом году особенно. Но ничего такого я не заметила. До 3 завязей в узле. 39-43 дня. Может быть, кто-то вот сел. И моих подписчиков. Или гостей канала. И кто-то поделится своим мнением. Потому что, в принципе, урожайность тоже в открытом до 12. В защищенном свыше 18 килограмм с квадратного метра. То есть, таких много. Но купила, попробует. 5 штук-7. И вот, что касается длинных огурцов. Я пытаюсь найти, ну, такую замену апрельскому или зазуле. Таким известным, да, сортам. Ну, пока не найдено. Я каждый год покупаю какой-то длинный сорт. Бывает, что по 2 сорта. Китайские мне как-то, я не знаю, не очень мне понравились. Есть разные китайские. Там болезни устойчивые. Зазухи устойчивые. Фермерские, аллигаторы. Китайские различные. В общем, с разными названиями. Как-то они меня не впечатлили. Они, конечно, длинные. Но мне кажется, урожайность у них не очень высокая. Вот купила французский завтрак. Самый опыляемый. Мне это важно. Потому что я же в теплице высаживаю. Устойчив к болезням. Высоко урожайный. Высокотоварный. Вкусный. Хрустящий салат. Без горечи. Где пишут, что без горечи, это значит генетически. Горечь в огурцах не заложена. В общем, попробую. Масса у него 150-170 грамм. Длина 14-16. Достаточно длинная. Но я повторюсь, я хочу самоопыляемые длинные, гладкие. Именно огурцы. Потому что, когда только начинаются первые огурцы, я очень люблю гладкие салаты. У них, мне кажется, такой аромат какой-то свежий. Он какой-то другой, чем у пупырчатых, мое мнение. Тыквы. Сию не столько, сколько покупаю. Но почему-то всегда они притягивают меня своей вот такой, ну не знаю, необычностью, что ли. Мускатная семейная. Давно на нее поглядывала. Все мне ее хотелось. И вот как только скидочка нарисовалась, я вот купила некоторые семена, которые со скидкой были. Вы знаете, очень она интересная. Конечно, она поздне спелая. Но у нее маленькая семенная камера, сплошная мякоть. Вид мускатная. Так, плоды. Длиной до 1 метр. Масса до 35 килограмм. Мякоть оранжевая, хрустящая, плотная. 2-3 растения на участке достаточно. Мне кажется, одного даже будет достаточно. Так, ну, семена находятся в верхней части. Вот видите, вот здесь будут они. А все остальное, вот эта вся длина, она будет сплошная мякоть. Ну вот хочется посмотреть. Конечно, метровый плот. Это красиво. Мускаде агро. Это, мне кажется, такая классическая тыква. Я такую еще не выращивала, которая вот с сегментами. Поэтому тоже мне хочется всегда. Хотелось. Купила в этом году. Но в итоге, что выберу по себе. Потому что много мне их не надо. Я, как правило, их все, но компост не куча. Где-то там в уголке. Так, это тоже очень сладкая, хрустящая мякоть. Отличная начинка для пирогов. Так, тоже позднеспелая, мускатная. Масса 2,6-4 килограмма. Так, темно-зеленые. При созревании красно-оранжевые. Семена кремовые. Ну, это понятно. В общем, вот такая. Ну, семян тут достаточно. Я уже называю 10 штук. 10 по 10 штук. Тыкву Клавдия взяла. Почему? Потому что она кустовая. Вот, в основном плетистые. И очень длинные плети у тыквы все-таки. Ну, понятно, что я иногда там два плодика и... Прищепляю. Так скажу, хотел сказать, обламываю. Ну, хочется кустовую. Поэтому взяла вот что-то только такое увидела. Так, так, так. 6-8 килограмм плоды. Кустовое, короткоплетистое. Не занимает много места. А значит, идеально подходит владельцам небольших огородов. Это уже среднеспелое. Ну, и все. Так, семяное гнездо тоже маленькое. Мякоть темно-оранжевое, хрустящее, плотное, сочное. Очень сладкое и вкусное. С повышенным содержанием каротина. 6 штук семян, кстати. Ну, посмотрим. Вот такую интересную купила Марина из Киоджа. Тоже долго ждала скидка. Видите, она какая вся такая вот... Как черепаха тортила прям. Пырчатая, изогнутая. Ну, хотелось мне посмотреть, как она выглядит. В реалиях, на самом деле, невероятно вкусная тыква. Сорт не имеет терпкости. В сыром виде его можно есть просто как яблоко. Может храниться больше года без потери качества. Ну, очень декоративно. Украсть любую композицию – это понятно. Эта тыква считается одной из самых причудливых и уникальных тыкв Италии. Среднепоздняя тоже. Плоды круглые, плоские. Некоторые в форме большого тюрбана с морщинистой коркой. От серого до синий, зеленого и зеленого цвета. С толстой, нежной, желто-оранжевой мякотью сладкого вкуса. 10-12 килограмм. Высокое содержание сахара. Кулинарное использование просто неограничено. Из нее можно делать пудинги, торты, пирожные, цукаты. Ну, в общем, 5 штук семян. Но биотехника. У меня что-то в этом году с биотехникой не очень. Схожесть, начиная с цветов. И томаты в том числе. Так, шоколадная москвичка. Купила из-за цвета. Но цвет появляется такой только при хранении. Прочитала позже. Шоколадная москвичка прочитала. Посмотрела на картинку. Когда на сайте заказываю, описание полное. Не всегда открываю, читаю. Вот впереди прочитаю. Рекордсмен вкуса. Сладкая. Хранится 300 дней. Когда приехала она ко мне, стала читать тоже средне-позднее. Масса 4 килограмма. Вот. А потом читаю, что при хранении с коричневым оттенком. То есть, когда хранится. А так, получается, она будет, скорее всего, да, вот темно-зеленая с оранжевыми пятнами. Вот нашла. Вот так. Мякоть оранжевая, толстая, хрустящая, сочная, необыкновенно вкусная. Подходит для детского диетического питания. Для заморозки. Тоже написано, хорошо, подходит 7 штук семян. То есть, цвет будет обычный, когда она будет расти. Ну, ладно. Дымки. Сею мало, но высеваю. Одну, две. В прошлом году только три у меня росло в теплице. В открытый грунт сажать не стало. А зря, потому что средняя полоса России была жарко в прошлом году. Правда, были и дожди. Как-то сначала олили дожди. Или после жары они залили. Уже не помню. Но были сплошные дожди. То есть, это тоже бы ей, наверное, не понравилось. Ну, вот купила такую. Северная прицесса. Сладкая. Ультра. Ранние. Из-за этого и взяла. Созревает через 48-65 дней от всходов. Плод овальный. Желтая в мелкую сетку. Гладкая. Масса 0,6-1,2 кг. Мякоть сочная, сладкая, зернистая. Средней толщины. Ну, в общем, не крупная. И как вставила, не крупная и хорошо растут. Ну, попробуем. Черный принц. Очень мне понравился. У меня вообще, мне кажется, почему-то, что в средней полосе у нас, хотя колхозница растет у многих, она с желтой коркой. Но мне кажется, что вот такие темные, серые, темно-темно-зеленые. Ну, вот это, наверное, темно-темно-зеленые, хотя черный принц. Кажется, что прям будет темные. Растут лучше. Вот темные. Поэтому этот сезон поставил акцент вот на такие. Хотя вот желтая, да, я купила. Ну, вот темных захотелось. Попробуем. Коль так показалось. Так, средне-спелая. Плоды массой 0,9-1,2. То есть тоже некрупные. Но я люблю некрупные. Мне кажется, для средней полосы некрупные, самое то, что нужно. Мякоть желтая, тающая, очень ароматная и сладкая. Съел, наелся, потом следующую срезал. Так, Римма. То же самое. Я думаю. Так, сетка частичная. Масса 1,5-2,5. Это уже покрупнее. Мякоть желтоватая, белая. Средней толщины, тающая, нежная, сочная. Еще вот не люблю мякоть, когда зеленый соль. То есть, ну, это генетически тоже есть сорта, у которых я бело-зеленая. Вот мне постоянно кажется, что она как-то недозрева, что ли. Аромат дынный, вкус хороший. Плоды сохраняют товарные качества в течение 24-30 дней после съема. То есть, после съема месяц должна отлежать хорошо. Посмотрим. И вот такую купила уральский скороспел. Это, мне кажется, дынька наподобие, знаете, как у вьетнамской, там, дядюшка Хошимин, или там по-разному есть название. Ну, вьетнамская, в общем, дынька такая, она оранжевая, с полосками красными. Такая яркая, красивая. Но она где-то грамм 200-300. Вот такая у нее масса. Ну, знаете, очень удобно. В прошлом году я выращивала вот эту вьетнамскую. Как-то она у меня не получалась. То вообще плохо росла, то плоды не завязывали. А в прошлом году получилось. Я ее в теплицу посадила, хотя в прошлом году можно было и на улице. Понравилась нам по вкусу. Очень сладкая, прям такая притерная. Но мужу очень понравилась. Ну, семена я даже свои собрала. Попробую уже из своих посеять, потому что это был сорт. Здесь тоже, кстати, сорт безывки. В общем, вот это будет, ну, я думаю, подобное. Самый ранний сорт дыни. Идеальный вариант для садоводов Сибири и Урала. Но мы не на Урале, конечно. Но сладкая медовая, тающая мякоть. По вкусу не уступит знаменитым узбекским сортам. Сейчас массу найду. Очень ранний сорт, не имеющий аналогов как в России, так и в ближнем зарубежье. Сорт созревания 50-60. 250-300 грамм. Округлой формы, преимущественно гладкий, ярко-желтого и затем ярко-оранжевого цвета. Мякоть желтоватая, очень насыщенного сладкого вкуса. Это именно то, что давно ждал потребитель. Дынька, которую можно съесть за один раз, не оставляя часть плода, на потом. Март-апрель, 7. В общем, так же так, 6 штук. И еще я когда-то такую покупала у фермы Биотехника. Она, по-моему, тигровая называлась. Вот она была именно вот такая, желтая, с такими пятнышками. Повторюсь. Капусту, пекинку. Покупаю, сею каждый год. Но сделала вывод, что в средней полосе удобнее всего ближе к осенью высевать. Потому что весной надо рано посеять. Где-то в марте, я так думаю. Потому что холода она не боится и получается хорошая. Потому как в мае уже начинаются полеты всякой живности. И она уже не такая чистая. Поэтому вот как-то ближе к осени она вот именно уже хорошая такая. Чистая, хорошая. Качанчики. Более хрустящая даже, так скажем. Ну, пробую и в конце марта, собираю урожаи. Ну, не люблю просто вот из-за нападения насекомых, так скажу. А так можно также два раза выращивать. Так, средне спелая, масса 2,5. Внутренние нежно-желтые, внешние листья зеленого цвета. Долго сохраняется на корню. Но почему выбрала, что именно устойчив... Так, устойчив... Где-то читала уже. Янголд. Вот такая. Элком семена. Вот семена только эти, мне кажется, тоже... Не помню, покупала. Как со всхожестью. 10 семян. Купила партнеровскую белокочанную. Дублер. Здесь, по-моему, позднеспелый гибрид. 0,2 грамма. Достаточно будет. Так, внутренние кочерыга. Короткая, небольшая в диаметре. Так, внутренние листья белого цвета. Ключины 3-5 килограммов. Устойчив генетически к фузариозному увяданию. Не растрескивается. Вот растрескивание у позднеспелой тоже частенько бывает. И у среднеспелой. Пригоден для безрассадной технологии. Урожайность 10-12 килограмм с квадратного метра. В общем, хочу попробовать. Это гибрид, конечно. Посмотрим. Салаты. Всегда покупаю. Какие-то подкупаю. Также у меня остаются. Но вот актина меня заинтересовала. Такой не покупала. Полукачан и неприхотливый. Сочные хрустящие листья. Так, среднеспелый. Типа ромен. В общем, а так все. Может выращиваться с ранней весны до поздней осени. Значит, не стрелкуется. Я вот такие люблю. Качан открытый, средней плотности. Лиц зеленый, хрустящий, хороших вкусовых качеств. Ну, попробуем. Я такую не сеяла, поэтому попробую. Вот видите, семян 10 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Десятая, видите, рассыпалась. О чем говорит? О том, что пересушен. Либо старая, либо... Ладно. Салат умка. Уже сеяла очень хорошее. Умка и еще мешутка. Есть мешутка с красными пятнышками. Тоже очень хорошие. И умка, и мешутка. Сею начинаю с ранней весны и до поздней осени. Иногда весной посею, и он очень долго сохраняет свою хозяйственную годность, как я говорю. То есть не бывает такого, что что-то происходит с листьями. Он всегда сочный. Как бы вот нижние листья обрываю, использую. Вот нижние. А качанчик продолжает расти. Хорошие сорта. Но листья здесь нежные. Не хрустящие. Они прям такие вот... Ну, именно нежные. И да, вот написано, быстрым ростом при любой длине дня. Это правда. Растут они и умка. Вот и мешутка. Очень быстро. Просто вот молниеносно. Поэтому сорта хорошие сети. Масса 320-350 грамм. Очень хорошая. Ну и опять же, вот от сходов до начала использования сорт 50 дней. Ну я говорю, вот появляются и можно начинать обрывать вот эти листики. Качанчик продолжает нарастать. То есть можно начинать пользоваться раньше. Ну или посеять ранний спелый. Одновременно вот ранний спелый сорт какой-то и этот. Начинаете те и незаметно подрастает уже средний спелый. Рукову тоже покупаю, подсеваю. Хотя в прошлом году свои семена собрала. Сею разные. И узколистную, и ширколистную. Хорошая зелень для салатов. Мизуну вот в этот раз купила. Мизуну зеленую. Ну, знаете, японская. И капусту пакчу взяла. Это такая мягонькая тоже хорошая в салатики добавлять. Растет, кстати, весь сезон хорошо. Какой-то год я села. А вот пакчу тоже надо пораньше посеять. Быстро растет. Вот здесь уже, ой, как эти, не кочерыжки, а черешки. Очень полезные вот эти сами. Ну, вот как-то сеяла. В прошлом году, по-моему, нет. Ну, решила опять купить, посеять. Капусту листовую высеваю всегда. Она у меня на участке. В этом году плохо перезимовала. Обычно зиму переносит. И вот эти молодые листочки начинают расти рано весной. Но сейчас смотрю, видимо, потому что мало снега. На огороде не особо много топлива. Много лежит. Сейчас нет. А так высеваю и красную, и зеленую. В принципе, вот смесь по цвету семян будет понятна, где какая. Хорошие. Вот когда появляются такие нежные листики, можно и в салат, можно просто съесть. Можно в суд добавить. Куда угодно. Такая кучерявая. Но, что интересно, вредителей на ней я не замечала ни разу. То есть вот она у меня растет, начиная с ранней весны и остается в зиму на огороде. Ну, вот сейчас плохо перезимовал, я ее уберу, естественно. А так она у меня какие-то года зимовала. И я говорю, весной она как будто вот такое новое посеянное растение. Очень хорошо себя чувствовала. В общем, мне нравится. Во-первых, полезно. Во-вторых, украшает очень хорошо. Ну и вот листовая фитнес. Когда-то я покупала, ну, 3 года назад, мне кажется, вот где-то так. Занимает очень много места вот эти растения. У нее такие жесткие морщинистые листья, но она очень полезная. Когда появляются молодые листочки, хорошие, их можно даже просто пожевать или в салат. Но вот уже такие вот взрослые листья, они жестковатые. Ну, в супы можно, во вторые блюда можно, они расходятся. И очень хорошо замораживаются. Я вот в тот год, именно когда ее много выросло, они такие крупные, огромные. Они с меня ростом были. То есть больше метра пятидесяти, это точно. Листьев, соответственно, на них много. И куда-то надо было. Уже нижняя не рвала, а только верхняя не срывала. Я решила заморозить. Очень после заморозки. Она уже не жесткая. Она очень хорошо шла вот именно в первые, во вторые блюда. Отлично. Просто она очень полезная. Значит, смотрите, в ней содержится полноценный белок. Незаменимые жирные кислоты, омега-3 и аскорбиновая кислота. Поэтому можно сеять. Ну, вот такие семена. Интересные для меня. Может, что-то и вас, думаю, заинтересовало. Поэтому сейте то, что вы привыкли. Покупайте что-то новенькое, чтобы вас удивляло и радовало на вашем садовом участке. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...